Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Как вы знаете, вчера Ирина Абалакова опубликовала аудио сообщение, в котором она рассказала о результатах совещания, которое прошло позавчера. На совещании присутствовало руководство компании ID iEagle и мастер-дистрибьюторы. И я решил сделать данное видео, где изложить последние новости в такой более сжатой форме. Итак, на протяжении трех с половиной часов руководство компании рассказывало мастерам о текущем положении дел. Но если судить по прошлым встречам, встреча затягивается еще в том числе, потому что делается перевод на несколько языков, помимо английского еще испанский и португальский. Поэтому встречи бывают достаточно длинными. Относительно сообщения Банка Португалии о том, что руководство ID iEagle не имело права привлекать денежные средства. Мигель Гомес пояснил, что большая работа была проделана для того, чтобы можно было работать в разных странах без получения лицензии. Компания зарегистрирована как закрытый клуб инвесторов, куда инвестор может зайти только по приглашению другого инвестора. Все инвесторы являются акционерами компании и получают прибыль от общего дохода. Когда проводилась проверка ID iEagle, были предъявлены документы о покупке золотого прииска стоимостью 78 миллионов долларов. Клаудио Энрике уже много лет имеет свои собственные направления бизнеса на земле. И после слияния, то есть после создания вот этой совместной компании, участники ID iEagle будут получать доход не только от трейдинга, но и от этих направлений бизнеса. 10 ноября состоится презентация новой книги Клаудио Энрике. В этой книге он изложил концепцию криптовалют, которые будут выпущены в рамках ID iEagle. Первая монета Eagle Social Gold Coin, AgroCoin, EcoCoin, Time is Money. Эти монеты можно отнести к разряду социальных. На презентации будут присутствовать политики, финансисты, банкиры и так далее. Эта книга уже переведена на 6 языков и будет продаваться по всему миру. Клаудио Энрике прежде всего не сетевик, а бизнесмен с земли. И подготовка к запуску данных монет велась уже несколько лет, еще даже до того, как появился EagleBit Tray. Инвесторы, которые на протяжении 6 месяцев сидели без выплат, смогут приобрести данные монеты на льготных условиях и приумножить свои деньги. Без обязаловки, то есть никто не заставляет эти монеты приобретать. Человек либо сможет вывести деньги в биткоинах, либо приобрести монеты по льготной цене. Относительно переноса системы, сложность состоит в том, что нет информации о тех транзакциях, которые обрабатывались вручную. Также есть много ошибок по размещению в бинаре. Расстановка в бинаре должна произойти в течение 1-2 дней. Именно потому, что невозможно корректно перенести старую базу данных на новую платформу, было предложено дать возможность партнерам приобретать монеты по льготным ценам в качестве компенсации. Для тех, кто захочет вернуть свои средства, такая возможность будет предоставлена. Те люди, которые делали инвестицию в июле или августе, сейчас обсуждаются, какие суммы им должны быть начислены. По маркетингу, фактор 7x сейчас заменен на 5x, то есть пакет работает до тех пор, пока не принесет доход в размере пятикратного размера самого пакета. Относительно 4000 биткоинов, замороженных на бирже Coinbase, из 15 пунктов юридического обоснования выполнено 4. Остался последний пункт. Наверное, вы заметили, что в кабинетах уже появились реферальные ссылки, но при этом исчезли пакеты, которые там были. Что вызывает, мягко говоря, недоумение. То есть, вместо того, чтобы восстановить балансы в кабинетах, восстановить пакеты, которые там должны быть, в конце концов, восстановить расположение по бинару. Компания занимается восстановлением реферальных ссылок. Ну, мягко говоря, это все странно. Хотелось бы, чтобы все-таки компания сначала решила все вот эти вопросы, восстановила работоспособность системы, а главное вывод. А только потом уже размещала реферальные ссылки. Как сказано в этом абзаце, 10 ноября состоится презентация новой книги Клаудио Энрике, где он, собственно, делится информацией о криптовалютах. Правда, по-моему, Ирина не говорила, что именно должен вот запуск на биржах состояться. Ну, я, во всяком случае, не знаю. Конечно, если презентация состоится как запланировано, ну, хотелось бы увидеть какие-то фотографии или видеоролики с этого замечательного события. Ну, до 10 числа осталось ждать всего 3 дня. Поживем, увидим. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»